Has your car been stolen? Really? Bummer! Today we'll study Present Perfect Tense . Сегодня мы изучим с вами настоящее завершённое время в пассивном залоге. Present Perfect Tense . Привет, мои дорогие друзья, и добро пожаловать на английский завтрак. Меня зовут Антонина, и сегодня мы продолжим с вами изучать пассивный залог, а именно рассмотрим время настоящее завершённое. Давайте вспомним, когда используется настоящее завершённое время. Когда действие закончилось к моменту речи. То есть, когда я говорю, действие уже закончилось. Например, I have done my makeup. Я сделала себе макияж. I have done my makeup. I have read this book. Я прочитала эту книгу. К моменту речи, когда я говорю, действие закончилось. При этом обычно есть результат в настоящем. Например, я сделала макияж, вот он у меня на лице. Или я прочитала эту книгу, я могу сейчас её с тобой обсудить, или рассказать тебе, о чём она. Есть связь с настоящим. Пассивный залог, вспоминаем, что такое. Или страдательный залог. Это когда подлежащее ничего не делает. Оно не выполняет действие. Действие выполняется над ним. Например, не книга написала что-то, а её кто-то написал. То есть книга была написана. Подлежащее ничего не делает. Действие совершается над ним. Теперь пример. У меня украли машину. То есть моя машина ничего не делала. Здесь подлежащее, это моя машина, my car. И машина моя ничего не делала. Это кто-то что-то с ней сделал, а именно украл. My car has been stolen by somebody. Это пассивный залог, настоящее завершённое время. Действие завершилось к моменту речи и есть результат в настоящем. Машины-то у меня нет. Активный залог будет someone has stolen my car. Кто-то украл мою машину. Подлежащее someone. И этот someone что-то сделал плохое, украл машину. Someone has stolen my car. Active, present perfect tense. My car has been stolen. Passive, present perfect tense. Теперь рассмотрим, как образуется настоящее завершённое время в пассивном залоге или в страдательном залоге. Используем вспомогательный глагол has для третьего лица единственного числа, то есть he, she, it. Либо have для всех остальных лиц. То есть если он, она или оно, тогда has. Если любые другие лица, мы, они, я, ты, вы, тогда используем have. Дальше, после этого вспомогательного глагола используем being. Being никак не меняется. Всегда being и всё. А потом используем третью форму смыслового глагола или окончание иди. То есть причастие прошедшего времени от смыслового глагола. Что такое смысловой глагол? Это глагол, который несёт смысл. А служебный глагол или вспомогательный глагол, это глагол, который просто показывает, в каком времени у нас смысловой глагол. Например, my car has been stolen. Здесь смысловой глагол stolen. Её украли машину, да, вот украсть. Это смысловой глагол. И он у нас в форме причастия прошедшего времени. Past participle. То есть это либо окончание иди для правильных глаголов, либо третья форма неправильного глагола из таблицы. Посмотрим внимательнее на эту формулу. Вот первые два вспомогательных глагола have been. Это, по сути, настоящее завершённое время от глагола быть. Be. Have been. Ну или has been. Для третьего лица единственного числа. Вспоминаем, что основная формула пассивного залога это как раз используем глагол be в нужной форме. В форме того времени, который мы используем. Плюс причастие прошедшего времени от смыслового глагола. То есть в любой пассивной конструкции, в любом времени, у нас смысловой глагол будет всегда в третьей форме. В форме причастия прошедшего времени. В окончании иди или третья колонка таблицы неправильных глаголов. Рассмотрим ещё один пример. He has already been caught by the police. Его уже поймала полиция. Или он уже был пойман полицией. Потому что подлежащее здесь он. И он ничего не делал. Это полиция его поймала. Это пассивный залог в настоящее завершённое время. He has already been caught by the police. Has, потому что he, он. Если бы было имя, например, Mr. Black has already been caught by the police, то тоже было бы has. Потому что Mr. Black, господин Black, это тоже он. Подразумевается-то, что это он. Если бы мы сказали the police have already caught him, то тогда это был бы активный залог. Потому что подлежащее полиции. И полиция как раз совершала действие. Но если мы начинаем с него, he, тогда это пассивный залог. He has been caught by the police. Теперь давайте попробуем изменить активный залог в пассивный. UPS have delivered the package. UPS это United Parcel Service. Единая служба доставки посылок в США. Вот эта единая служба доставки, UPS, доставила посылку. Она сама это сделала, то есть это подлежащее, но активно. Теперь нам надо сказать наоборот, что посылка была доставлена единой службы доставки, UPS. Мы начинаем с посылки, то есть посылка становится подлежащим. Ставим в начало the package. Потом используем have или has. Посылка это она, it, поэтому has. The package has, потом ставим been, потом delivered. Это причастие прошедшего времени от deliver. И потом уже говорим кем, by UPS. Кем действие было совершено, используем предлог by. The package has been delivered by UPS. Has been плюс причастие прошедшего времени от смыслового глагола deliver. Что здесь поменялось? По идее просто поменялись местами подлежащее и дополнение, и мы добавили в середину сказуемого been. Но надо всегда обращать внимание на подлежащее, потому что от него зависит, какой глагол мы выберем вспомогательный has или have. Теперь возьмем предложение про машину и превратим его в вопрос и в отрицание. My car has been stolen. Теперь спросим, мою машину украли? Для этого как мы задаем вопрос? Первый вспомогательный глагол мы ставим перед подлежащим. Получается, has my car been stolen? Вот и все, получился вопрос. Просто меняем местами первый вспомогательный глагол и подлежащие. Has my car been stolen? Bummer. Теперь отрицание. Мою машину не украли. My car has not been stolen. То есть просто ставим отрицательную частицу not после первого вспомогательного глагола. My car has not been stolen. Или my car hasn't been stolen. Сокращаем. Has, not, hasn't. Have, not, haven't. Еще потренируемся. Я даю предложение в форме утверждения. Твоя задача сформулировать вопрос и отрицание. Our house has finally been renovated. Наш дом наконец отремонтировали. Our house has finally been renovated. Вопрос. Что делаем? Помогательный глагол has ставим в начало. Has our house been finally renovated? Отрицание. Ставим частицу not после первого вспомогательного глагола. Our house has not been finally renovated. Ну тут нелогично тогда finally сказать. То есть наш дом не отремонтировали. Our house has not been renovated. Not yet. Следующее предложение для тренировки. I have been contacted by the bank. Со мной связался банк. Ну или я была контактирована. Я не активна, поэтому это пассивный залог. Подлежащий я. Зададим вопрос. Ну тогда уже у тебя спросим. С тобой связался банк? Have you been contacted by the bank? С тобой связался банк? Отрицание. I haven't been contacted by the bank. Теперь потренируемся еще круче. Я даю предложение в активном залоге. Ты ставишь его сначала в пассивный залог. Потом задаешь вопрос. И потом отрицание. Поехали? Полицейский нас остановил. Останови видео и сделай сначала все сам. Предложение в пассивном залоге. Потом вопрос. Потом отрицание. Проверяем. Пассивный залог. We have been stopped by a traffic warden. Вопрос. Вас остановил гаишник? Have you been stopped by a traffic warden? Отрицание. We haven't been stopped by a traffic warden. Не останавливал у нас служащий ГИБДД. На этом все. Я надеюсь, что урок тебе понравился. Если так оно и есть, не забудь поставить лайк. Это очень важно для меня. Ставьте лайки, делитесь и подписывайтесь, если хотите продолжать изучать английский вместе со мной. А на этом все. Увидимся в следующем эпизоде. Начинайте свое утро с английского завтрака. Пока!